Пришли в центр города с представителями мини-футбольного клуба «Спартак Басква», «Володя Смирнова». Неожиданно. Неожиданно встретились. С нами Тичер. Все смотрели около футбола. Подъехал на концерт Феде. Привет. Предсезонные матчи не так важны, но я считаю, что любой результат важен и победа должна быть в каждом матче. Друзья, всем привет. С вами опять дневник фаната. В этом выпуске вы увидите кадры из Рязани, которые не вошли в наш большой выпуск о выезде с командой. Также вы увидите материал с концерта нашего братишки Федука. Ну и, конечно же, небольшие нарезочки с выезда в Марбельо. Всем привет. Мы сегодня находимся на концерте у Феди Федука. Вы все знаете, какой такой Федор. У Феди был день рождения. У Феди сегодня сольный концерт. Дарим ему подарок от Фратри. Футболка «Тупик». Наша фельма уже известная. От пацанов тебе подарок. Мое. Все, дай бог сегодня все получится. Спасибо. Спасибо большое. Пацаны, смотрите, дневник фанаты, а остальные дневники не смотрите. Ха-ха. Вы готовы, ксам? Я, кстати, тоже поставил, как Вася говорил, на две победы во вторых матчах. И поднял тоже чуть-чуть. Да, да. Вспоминаем наш фанатский эксперимент, который удался. Передаем привет Васе. Теперь я каплю деньги на проставу Василия. В Рязани есть гастропаб. Вот. Вот, гастропаб. Есть, смотрите, есть олдфэшн. Олдфэшн. Это что-то модное. Скорее всего, все крутые чики в нем тусуются. Вася там должен быть. Вася, Вася король дорог. Вася король дорог, блядь. Уже там сидит. Уже там сидит. Самый колорит показать, это вот центральная улица. И большой Роззянский театр. Театр. Сеатр. 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 Пробились мы через центральный рынок. Все очень плачевно. Очень плачевно. Говорят, что еще в Москве дороги хреновая. Паук привел нас поесть куда-то. Паук, да. Мне кажется, должно быть фирменное блюдо в каждом ресторане. Это грибы с глазами. Ну, так, пошутил сейчас. Не очень. Ну, смешно получилось. Я вставлю звук, типа. Приехал, да, здесь. Очень рады видеть такую серьезную команду, как Спонтакт. Подготовили райдер. Вафельки. Вафельки. Одну уже кто-то утащил. Так что, вот, пожалуйста, есть чем подкрепиться. Жур, как настроена игра? Все отлично. Хорошо. Кофеечек? Кофе, а как же по-другому? Правильно. Без коньяка? Хорошо, что без коньяка, да. Почему хорошо? Пока нет, после можно. Как бы они оставили то, что посчитали нужным. Фильм 100% пропаганда антироссийская, да. То есть это 100% политический заказ. Смонтированный грамотно очень. То есть там многие, кто давали интервью, говорят, что большую часть этого даже не выложили. Буквально через какое-то время я уже пойду на сцену, пойду выступать. Очень хочу сделать это, потому что он сделал это очень давно. Последний выступал с 5 ноября под последний московский большой концерт. И хочу после каждой песни хожу, видеть вот эту глину, прекрасную сцену, которые мне сейчас ходятся. Вот сейчас хочу вас вынуть. Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Кстати, вот Серёге Кучеру специально, Серёг, смотри, стремимся к СМС. Если раньше он был немножко такой театрально-вафельный, то сейчас вот такие пацаны меня окружают. Ты, наверное, видел фильм BBC, слышал, наверное. Вот приоткрой за навес, ты как бы был участником, можно сказать, жизни, частью жизни всего этого, по двух словам. Слушай, ну, ну, честно, вот здесь я не очень-то и как бы был по-настоянному. Проникся, 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 естественно, да. Ну, здесь круто. Ну, круто, да, конечно, да. Ходят слухи о том, что будет вторая часть. Ну, честно, я тоже слышал, но пока вот никто не звонил. Пока тишина. И не говорили, типа, где ты, что ты. Ладно, передай привет нашим зрителям. Парни, привет. Мы у Федука на концерте, приходите, он крутой чувак. На следующий концерт. Спасибо тебе большое. Спасибо. Друзья, полный выпуск с выезда нашего вояжа в Марбельо вы увидите совсем скоро. Ну, и надеюсь, мои зеленые очки вас не сильно достали.